Здравствуйте, друзья! Новый прекрасный день вместе с вами встречает ведущие программы «Хайр Лэ Кэн» Марьям Думан и Чингис Капин. Мы выходим в эфир каждый день, чтобы вашу жизнь сделать радостнее и гармоничнее. Знаешь, Марьям, каждый год 13 января я задумываюсь о двух разных календарях. Наверное, ты имеешь в виду юлианские и григорианские календари. Совершенно верно, Марьям. И об этой разнице в 14 дней. Для кого-то это повод поспорить о двух разных мирах и о путанице, допущенной когда-то. А для меня это еще один повод вспомнить о самом любимом празднике. А я верю, что когда-нибудь все люди будут жить по одному календарю, но с уважением относиться к праздничным традициям соседей. Между прочим, в Индии 13 января праздничный день. Да, там отмечают день окончания зимы. Зажигают повсюду костры, а вокруг них совершается парикрама. Костер обходит по часовой стрелке и повторяет фразу. Придет благополучие и нужда будет изгнана. Во время этого праздника можно увидеть традиционный пинджабский танец бхангра. Кстати, в нем принимают участие только мужчины. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Но скажи мне, как профессиональный артист балета, танец без участия женщин, это разве гармонично? Это все равно, что опера без женского сопрано или Евгений Онегин без Татьяны. Оперную тему продолжит наша постоянная рубрика «Сокровища искусств». Передаем слово Галиену Рахуновой. Сегодня в рубрике «Сокровища искусств» роман в стихах и одноименная опера, созданные в разное время двумя гениями литературы и музыки. Существует давняя традиция создавать картины, оперы, балеты, фильмы на основе знаменитых литературных произведений. Но лишь немногие литературные шедевры могут перевоплотиться в шедевры музыкальные или драматургические. Гениальному роману в стихах Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина невероятно повезло. Опера Евгения Онегин, сочиненная Петром Ильичом Чайковским, стала истинным и неоспоривым шедевром, признанным мировой музыкальной культурой. Интересно, что наши композиторы, Петр Ильич Чайковский, например, очень бережно отнесся к тексту романа Онегина, когда написал свою оперу на сюжет Онегина. Это было в 1877 году. И практически он сохранил три главные фигуры в этом романе. Это Онегин, это Ленский, его сосед, романтик из Германии, так сказать, очарованный романтическими идеалами. И, конечно, Татьяна. Чайковский преклонялся перед гением Пушкина и свою оперу оценивал весьма скромно, лишь как попытку иллюстрировать содержание пушкинской поэзии музыкой. Роман в стихах Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина несомненно является одним из самых известных произведений в русской литературе. Поражаешься, как можно в стихах описать жизнь людей. Казалось бы, вы привыкли, что это все описывается в просьбе. Здесь показывают и провинциальную Россию, и Баршскую Москву, и светский Санкт-Петербург. Во что люди одевались? Какая мода была? 17 марта 1879 года состоялась премьера оперы Евгения Онегин, которую Чайковский скромно назвал лирическими сценами. Однако первые постановки ее не слишком понравились критикам и слушателям. Но шли годы, и опера постепенно завоевала широкую популярность и всенародную любовь. На что и надеялся Чайковский, когда утверждал, что успех этой оперы должен начаться снизу, а не сверху. Позднее критики писали, что гениальные пушкинские стихи отлично сочетаются с музыкой Чайковского, полной ностальгических порывов, изысканных орнаментаций, народного колорита, мечтательных пауз, салонных романсов. Сцена «Письма посмотрите» – это такая влюбленная девочка, которая пишет письмо мальчику, понимаете? Это точно обрисовано. И обрисована, допустим, вот такая шаловливая, луноликая Ольга. Очень прекрасно, соответствует музыке. Но самое главное, тут чисто поэтический поэта образовывал Ленского. Особенно «Куда-куда» – это чисто, ну, сам Пушкин. Оперу Евгений Онегин впервые поставили в Алма-Ате в 1935 году, когда наш оперный только создавался на базе Куйбышевского оперного театра. Новая постановка уже в Академическом театре, которому было присвоено имя Абая, в новом здании осуществилась в 1946 году. Послевоенная разруха не помешала премьере. Спектакль сразу же завоевал зрительские симпатии. Партию Татьяны исполнила куляж Баситова. Онегина пел Ришат Абдулин. Вот уже более ста лет Евгений Онегин нисходит с оперных подмостков, оставаясь образцом трепетного, взволнованного лиризма и невероятно прекрасной музыки. С вами была рубрика «Сокровище искусств». Хорошего дня! Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, Как одна безумная душа поэта Еще любить осуждена. Браво, Чингис, браво! Не Лемешев, конечно, но зато душевно. А ты знаешь, что Петр Ильич поначалу не хотел браться за создание этой оперы? Марьям, говорят, Чайковский на предложение написать оперу на сюжет пушкинского романа в сердцах воскликнул. Поставить старушку Ларину на оперную сцену, чтобы она варила варенье? Он заявил, что Онегин – святая книга, которой он и во сне не осмелился бы прикоснуться. А потом композитор перечитал знаменитый роман в стихах и провел совершенно бессонную ночь, результатом, который был сценарием прелестной оперы с текстом Пушкина. Да, это уже исторический факт. Сценарий был написан за одну ночь. Между прочим, премьера оперы Евгения Онегин состоялась под сводами Малого театра в Москве. Это один из старейших храмов Мельпомены, столицы России, уже ставший культурной достопримечательностью. Еще больше о зданиях, привлекательных для туристов своей исторической ценностью, расскажет вам мой соведущий Чингис Капин. Спасибо, Марья. Дорогие телезрители, я бы хотел поделиться с вами философской легендой, связанной с местом, о котором я сейчас расскажу. Мир стоит на горе Куктубе, а на ее вершине растет огромное дерево Байтирек, источник жизненных сил. В его кронах священная птица Самрук откладывает золотое яйцо, солнце, которое регулярно съедает дракон. Так идет смена дня и ночи, лета и зимы. Вы, наверное, догадались, о какой достопримечательности я хочу рассказать. Это Алма-Атинская телебашня. Ее строительство началось с 1975 года и заняло целых 8 лет. Это одно из самых сейсмостойких и высоких сооружений в мире. Оно занимает второе место по высоте в Казахстане и 32-е в мире. Ее высота составляет 372 метра, а вес 7 тысяч тонн. Башня спроектирована архитекторами Терзиевым, Савченко, Акимовым. Ее основанием служит железобетонный фундамент в виде трехэтажного секционного подвала. Башня состоит из ствола и антенной этажерки высотой 124 метра. Ствол представляет собой металлический ступенчатый 16-гранник, облицованный панелями профилированного алюминия. А в стволе башни размещены два скоростных лифта. Да, последние новости. Уже в этом году телебашни придадут еще одну уникальность. Будет создан образ, не имеющий аналогов в мире, с помощью освещения LED. В дневное время башня будет иметь свой привычный облик, а установленное оборудование практически незаметно. В праздничные и выходные дни подсветка и медиафасад будут работать как светодинамичные системы, демонстрирующие всевозможную тематическую информацию. А в будние дни выполнять задачу мультикалорной заливной подсветки. Все осветительное оборудование, установленное на телевышке, будет управляемым и полноцветным. Вспомните слова Эйнштейна. Все относительно. Так все и относительно с нашей телебашней в Алматы. Потому что при своей высоте 372 метра стоит эта башня на горе Коктобе. 1080 метров. Ну что ж, отсюда можно сказать, что высота телебашни 1452 метра. Поэтому уже как 32 года, пока идет смена дня и ночи, зимы и лета на горе Коктобе, наша башня самая высокая в мире. Чингис, я предлагаю в эти выходные отправиться на Коктобе и полюбоваться этой красотой. Марьям, с удовольствием. Сегодня 13 января. В этот день, в 1934 году, состоялось первое представление в Казахском театре музыкальной драмы. С 1945 года – Казахский государственный театр оперы и балета имени Абая. 82 года назад на сцене театра была поставлена музыкальная комедия «Айман Шолпанк» на либретто Мухтара Уэзова. Куляш Бесейтова исполняла в том памятном первом спектакле партию «Айман». А музыкально-вокальные номера в нем чередовались с разговорной речью. Казахские зрители были покорены огромным количеством кюев и песен, скрепленных сюжетной тканью и танцами. В этот же день, только в 1926 году, состоялось официальное открытие Казахского театра драмы. Ныне Казахский государственный академический театр драмы имени Ауэзова – первого профессионального национального театра. Первый сезон был открыт пьесой Кошкеки Менгерова «Алтен Сахина» – «Золотое кольцо». В день премьеры, кроме спектакля, многочисленным зрителям был представлен большой концерт, в котором выступили практически все известные казахские мастера искусства того времени. Театр был организован в Казларде в 1925 году. В 1929 году труппа театра переведена в Алматы, а в 1937 году театр получил звание «Академического». С 1961 года носит имя Мухтара Ауэзова. Сегодня, 13 января, свой день рождения отмечает талантливая певица, актриса, очаровательная женщина Карина Абдулина. Мы от всей души поздравляем с днем рождения Карину Абдулину. Желаем вдохновения, радости, здоровья маленькому сыночку. Чингис, а у тебя есть любимая песня из репертуара Карин? Да, и перед эфиром мы с тобой, кстати, обсуждали. И эта песня также нравится и мне. Арман Жолдар называется. Солистка популярного дуэта мюзикола родилась в знаменитой музыкальной семье. Ее мама Ольга Львова была известной пианисткой. Всю жизнь проработала ведущим концертмейстером оперного театра. Отец Заур Абдулин – певец баритон, солист оперного театра, исполнял ведущие партии. Дедушка Ришат Абдулин – народный артист СССР, баритон. И двоюродный дед Муслим Абдулин – народный артист Каз СССР, тенор. Вместе они были известны на всю страну, как братья Абдулины. И явились одними из основоположников оперного искусства в Казахстане. 13 января 1935 года родился казахский писатель, лауреат Государственной премии Казахстана Рамазан Тахтаров. Автор 16 романов, составляющих 24 книги. В их числе «Бахат – счастье», «Ертыш махитхак яда» – «Ертыш вливается в море», «Жерден-эль-Гысэ» – «Образец земли», «Толпардэнсэна» – «Испытание скакуна». Также его перу принадлежат художественные эссе и литературно-критические статьи. Тему литературы продолжит рубрика «Мир книги». В 1935 году правительство Казахской ССР издало постановление об организации Национальной художественной галереи. Этот документ положил начало истории первого в Казахстане музея искусств. С тех пор прошло 80 лет полных ярких и интересных событий в области изобразительного искусства Казахстана. Великолепные иллюстрации и фотографии, замечательные статьи в художественном альбоме, посвященном этой большой дате, поведали читателям о жизни музея. Первые 40 лет наш музей назывался сначала Национальной художественной галереей, а затем Казахской художественной галереей, и у нас не было своего собственного здания. Мы находились в течение 40 лет в самых различных зданиях Алматы. В этом прекрасном альбоме вы также найдете главы, посвященные удивительной, захватывающей истории нашего музея. Это история, где вы найдете очень много исторических документов, исторических фотографий. Альбом состоит из трех разделов, посвященных самым крупным коллекциям музея. В первом, из прошлого в будущее, рассказывается о декоративно-прикладном искусстве. Вторая и третья коллекции посвящены изобразительному искусству Казахстана и зарубежному искусству. Последняя и пятая глава этого альбома посвящена современному или актуальному искусству некоторые выставки, которые также проходили в нашем музее. Одна из наших главных функций или миссий – это собрание фундаментальной коллекции казахского изобразительного искусства. И как часть искусства Востока – искусство дунган и уйгуров также. Коллекционирование наследия и, в первую очередь, нашего казахстанского наследия. И в нашем музее, и в этой книге читатель может ознакомиться со всеми этапами. И один из значимых этапов – переезд в 1976 году. Под крышей этого современного музейного здания в то время объединились Национальная художественная галерея имени Шевченко и Музей декоративно-прикладного искусства. А в 1984 году с присвоением имени основоположника казахской живописи Абылхана Костеева в Государственного музея искусств началась новая история. Кайрлы Кун, добрый день! Сегодня у нас в гостях в студии Кайржан Миндегалиев, председатель общественного фонда «Лига волонтеров». Здравствуйте, Кайржан! Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, как вы столкнулись с волонтерством? Ну, с волонтерством я столкнулся с того момента, как, наверное, начал учиться еще в школе. Но дело в том, что тогда я не понимал это понятие. Просто, чтобы… Ну, скажем, что такое волонтерство? Волонтерство – это добровольная деятельность, бескорыстная деятельность во благо общества. То есть любое действие, которое мы осуществляем от чистого сердца, за которое не просим плату, — это и есть волонтерство. Ну, как я столкнулся? Я был активистом в школе, когда заканчивал школу, я был президентом ученического совета. Когда поступил в университет в казну Минайдфарбе, я стал активистом. Изначально у нас было на факультете Маслихат. Представляете, 22 тысячи студентов. Это самые активные выпускники школ со всего Казахстана. Студенческий Маслихат, дебаты. Это вся деятельность, она не оплачивается. Поэтому это и есть волонтерство. Мы тогда организовали различные мероприятия для студентов. Ходили в детские дома, тоже сблагодарить на акции. И потом потихоньку, когда уже магистратура, мы создавали тогда крупное студенческое объединение по продвижению баллонского процесса. То есть в 2010 год баллонский процесс, процесс сближения гармонизации системы образования стран Европы. Но сейчас это такой более глобальный процесс, потому что азиатские страны тоже входят в это. В 2011 год, тогда впервые это понятие волонтерства пришло к нам в Казахстан. Хотя оно на самом деле уже существовало. Оно существовало еще давно, еще со средневековья. Есть такое понятие асар у казахов, когда помогали при стихийных бедствиях, при других бедствиях. Это тоже волонтерство. То есть оно такое достаточно емкое историческое понятие. А волонтер, оно произошло от французского слова. И поэтому оно уже к нам пришло с такими спортивными мероприятиями. Какие мероприятия сложнее организовать? Спортивные или культурные? На самом деле, каждое мероприятие, оно своя специфика. Культурные мероприятия сложно организовать, потому что там такая... Потому что это серьезная очень ответственность. Там обычные мероприятия же организуются, допустим, универсиада. Есть очень много мероприятий, которые универсиада должна провести до самого универсиада. То есть дирекция универсиада. Они очень строго регламентированы международными правилами. Исследовательные волонтеры должны очень жестко следовать этим правилам. Поэтому там уже волонтерство выходит на уровень профессионализма. Потому что, допустим, встречаем мы делегации. Делегация из европейских стран, одна ментальность. Делегация из стран СНГ, другая ментальность. Из азиатских стран совсем. То есть, понимаете, да? И вот иногда бывает, что волонтеры, которые выходили на чемпионат мира по боксу, вот сейчас они уже, ну, ребята закончили университет. Но мы их иногда привлекаем, потому что у них есть своя специфика взаимоотношений с командами. То есть различными. Например, если они однажды когда-то встречали итальянцев, то им сейчас это проще делать. Ну и потом передача опыта, проведение семинаров, тренингов. А культурные мероприятия, там специфика другая. Вот яркий такой уже теперь, наверное, бренд нашего города. Это EMA, Евразийный Мирск, который проходит в сентябре. Туда мы впервые в 2013 году вышли навигаторами. Там 110 человек у нас было. Мы просто осуществляли рассадку. То есть свободный вход, выход. Потом потихоньку нам уже передавали фан-зоны. Скажите, вот волонтерство, Вы сказали, не оплачивается. По каким требованиям отбирается? Или любой желающий может стать волонтером? Во-первых, любой желающий может стать волонтером. Требований абсолютно там как таковых нет. Тут только все исходит из специфики мероприятий, в которых мы участвуем. Потому что часто волонтерство, на самом деле, в Казахстане очень популярное движение. И вот яркий пример. Сель, который в Алматы сошел в уже ушедшем году. Тогда Саджар Марвич Букаев, будущий руководитель управления внутренней политики, у себя в Фейсбуке транслировал события, чтобы сель не знал об этом. И когда он обратился с призывом, он ведь до этого еще был выведен в управление молодежной политики, и, соответственно, молодежь его очень хорошо знала. И когда он обратился с призывом, давайте выйдем, поможем, мы тогда активизировались, потому что на тот момент наша деятельность в основном сводилась уже к проведению тренингов. То есть научить других волонтеров, скажем так, желающих быть волонтерами, что это такое есть на самом деле. То есть вы тренинги проводили? Да, в основном. Проходили уже по университетам, проводили. И тогда мы просто бросили клич. И вот из тех волонтеров, которые выходили на масштабные мероприятия до этого, мы около 70 человек собрали. Это буквально за один день. И вот в субботу с 7 утра, мы-то думали, там где-то полдня это будет, мы до 6 вечера тогда там привели. Но когда мы приехали на место, мы увидели еще около 200 человек, которые просто пришли туда. То есть просто откликнулись на призыв и пришли. И вот поэтому, вот как такое волонтерство можно, как их можно отбирать? Это люди просто, то есть со своим, такой душевный позыв, порыв, они пошли и захотели. Поэтому я не знаю, тут никаких особых требований нет. Главное, наверное, чтобы душа была чистая, чтобы человек от души это хотел сделать. Кайджан, Марьян, давайте сделаем небольшую паузу, мы обязательно вернемся в нашу студию. Ну а прямо сейчас, дорогие зрители, предлагаю вам посмотреть дайджест зарубежных новостей. По-видимому, так звучат слова поддержки на тюленьем языке. Это Лотти и Орла. Они проходят реабилитацию в приюте для диких животных шотландского города Хилсфик, соседник палата. Медики говорят, что такие песни они поют друг другу постоянно, видимо, чтобы поднять настроение. Лотти, он с серым мехом, нашел на дороге местный житель Джон Монклиф. Он привез раненого и обессиленного тюленя к ветеринарам. Орлу спасатели обнаружили на пляже. Она была серьезно больна. Медики поставили диагноз тюленья-оспа. Эта инфекция передается при непосредственном контакте, поэтому спасенных млекопитающих решили разделить. Но, к удивлению ветеринаров, больные тюлени начали петь друг другу и вскоре пошли на поправку. На этом мосту в Риме собрались сотни любопытных. Они пришли сюда, чтобы увидеть январские купания в Тибре. Этой веселой традиции уже почти 70 лет. Ежегодно в январе в воды Тибра ныряют десятки моржей, но на этот раз смальчаков было всего трое. Всему виной резкое похолодание. Температура воздуха в итальянской столице опустилась до 6 градусов Цельсия. Кроме того, участникам нужно преодолеть и страх высоты, прыгать приходилось с 30-метровой арки моста. Кроме того, зрители оценивали и индивидуальный стиль ныряльщиков. Последним выступал ветеран купаний в Тибре Маурицио Палмули, более известный как Мистер О'Кей. Его зрители встречали особенно бурными аплодисментами. Мало кто отказывал себе в таком удовольствии поскакать с воображаемой гитарой в руках под любимые песни. Теперь, благодаря изобретению британских разработчиков, можно не только размахивать руками, но и исполнять настоящие мелодии. Новое устройство под названием цифровая гитара без струн представляет собой сенсорную панель. С ее помощью можно имитировать касание струны и небольшое устройство, напоминающее медиатор, для извлечения звука. Этот комплект используется при наличии смартфона и беспроводного соединения через Bluetooth. Как мы это сделали? Собрали кучу разных сенсоров, датчиков ускорения, гироскопов, приборов для измерения напряженности и давления. А потом объединили все это с мобильным телефоном, который обладает вычислительной мощностью, позволяющей синтезировать музыку в режиме реального времени. Созданный на данный момент прототип позволяет извлекать звук в трех режимах — акустической гитары, электрической и бас-гитары. По словам разработчиков, научиться играть на нем гораздо проще, чем на обычной гитаре. Основы можно познать за несколько минут. Милли ни разу в жизни не держала в руках гитару. Слегка потренировавшись, она уже может выдать знаменитый риф из песни «Smoke on the Water» группы Deep Purple. Ожидается, что это забавное устройство поступит в продажу в сентябре этого года. Добрый день к всем, кто присоединился. А мы продолжаем беседовать с Каиржаном Мендагалием, председателем Общественного фонда Лига волонтеров. Расскажите, пожалуйста, Каиржан, как проходит подготовка к Экспо? У нас в 2017 году есть два крупных мероприятия. Это Экспо и Универсиада. Дело в том, что я считаю, что эти события, это именно то, благодаря чему сейчас бренд волонтерства очень сильно раскручивается. Это сейчас ставится реально на рельсе. Государство проводит сейчас огромную работу. Центральные органы, местные исполнительные органы проводят огромную работу для того, чтобы систематизировать эту работу. Потому что представим, что огромное количество людей с душевным порывом, от чистого сердца хотят сделать добро. При этом, когда приходишь в детский дом, например, первый детский дом, то понимаешь, что туда приходят студенты, но огромное количество людей. И при этом остается очень много учреждений, которых, скажем так, не охвачено волонтерской деятельностью. И если это систематизировать, поставить на такие серьезные рельсы, где как-то распределять эту помощь, тогда, скажем, эта помощь будет более адресной, то есть достанется всем. Я как позиционирую волонтерство, я считаю, что волонтерство это, скажем так, самое яркое проявление патриотизма. Потому что, ну что такое патриотизм? Это любовь к своей родине. А что такое наша родина? Это все жители нашей страны. То есть это, в первую очередь, любовь к людям. Следовательно, если ты делаешь добро обществу от чистого сердца, значит, ты любишь людей. Значит, ты и есть патриот. Это самое яркое проявление патриотизма. Разговаривая вот таким языком со студентами, мы были, честно, в шоке от того, что 97% всех, кто пришел на презентацию, в итоге указали в анкете, что да, я хочу быть волонтером на экспо, да, я хочу быть волонтером на универсиаде, они вступили в Лигу волонтеров, они приходили потом уже на кастинги, отбор. В итоге за 6 дней мы собрали 10 134 заявки. Представляете? Вот это да. Ребят, которые хотят быть волонтерами на экспо. Это вот цифра масштабная. В итоге мы отобрали вот этих всех ребят, им сказали, что, ребят, кто не попадет на экспо, ну там в 17-м году поехать в Астану на 3 месяца, с 10 июня по 10 сентября на 3 месяца. Это, ну, я думаю, это такое наше глобальное такое событие, которое может объединять, объединять нашу страну. Кто не попадет на экспо, тот попадет на универсиаду. А у меня вот сейчас, извиняюсь, вдруг есть телезрители, которые тоже не знают, куда обратиться, и очень сильно хотят попасть в организацию, до большого мероприятия, попасть в Лигу волонтеров. Что нужно сделать? Ну, можно найти нас в интернете, в социальных сетях Лига волонтеров. Обязательно напишите администраторам, то есть групп, пабликов. Инстаграм Лига волонтеров, честно, в Дайрект просто завален. Мы каждый день заходим, там около 200 сообщений, но это от тех же ребят, которые приходили на костинги. Может быть, есть какая-то трогательная история, может, запомнившаяся очень доброе дело? Трогательные истории? На самом деле их огромное множество, начиная, допустим, от проекта Биглофест, где люди находят свои вторые половинки. Я более того скажу, люди находят вторые половинки и на самих мероприятиях, потому что волонтеры из разных университетов. То есть, возможно, у них бы и не было даже шанса познакомиться, если военники ходили. А тут единомышленники. Единомышленники. Да, самое главное, когда ты встречаешь волонтера, ты же понимаешь, что он добрый человек по натуре. Например, в 2012 году в рамках Биглофеста мы организовали тоже сбор средств, но как там, мы проводили ивент, мероприятие, пригласили группу паранормальных, это был финал Биглофеста, и заработанные средства, вот решили то, что заработанные средства подарим девушке, которой тогда нужна была операция, то есть по пересадке почки. Ее зовут Агерим, фамилию я не буду называть. Но самое что интересно, через два месяца звонит мама Агерим и говорит вам большое спасибо. Нашелся какой-то человек, который перевел 50 тысяч долларов, тогда операция в Израиле стоила что-то больше 100 тысяч долларов. В Пакистане 50, и ей пересадили почку. Представляете, нашелся какой-то человек абсолютно анонимно, то есть без разглашения хоть и считается, что благотворительница это такое средство пиара, на самом деле нашелся человек, который перевел эти средства. Ну и для меня, честно, это, наверное, самая такая большая история. Я верю в добро, я верю в то, что мир не без добрых людей, хоть и в суете будни мы такие, возможно, все черствые, да, там кто-то, ну, озабочены самими такими каждодневными проблемами, но в глубине души каждый из нас очень добрый человек. Каиржан, хочется поблагодарить вас от всей души и сказать спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо всем тем людям, которые работают в Лиге волонтеров. Спасибо. И наша программа «Каир Локен» подошла к концу. С вами были ведущие программы Мария Мдуман и Чингис Капин. Пусть ваш день будет наполнен только радостью и позитивом. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»